Все знают кто тут босс, это Владос Привет всем, сегодня находимся в Калининграде Сегодня будем рисовать с крутым чуваком Погнали Ну все пацаны, вот приехали Короче тут на набережную На какую-то, Владос нам подсказал Как называется? Правая набережная Короче тут вот такой вот гигантский спот Всякие стрит-артисты Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Мы для вас очень стараемся Выпускаем там много всяких анонсов Даже есть контурный квест В которых вы можете поучаствовать Скетч баттлы И в группе ВКонтакте тоже обязательно подписывайтесь Не забывайте про комментарии, колокольчик И подписку на канал оформляем все Что я тут нарисовал? Ну свой шрифт, скафандр У меня никнейм, так скажем Это часть от слова скафандр Скаф Я считаю, что каждый человек В общем плане Он так или иначе Это замкнутая система Ровно я замкнутая система Ты замкнутая система Каждый из нас Это своего рода скафандр Пацан тоже Это кореш Ребела Тесла Короче вот тут В Калининграде Команда инлайн Известная На набережной С чуваками Кузбасс Бойс Девчонка тоже типа круто рисует Продвигается Кто знает Напишите в комментариях Как ее зовут А это вот Фокси Местный чувак Он теперь переехал отсюда Мы хотели с ним коллабу сделать Но он уехал Чисто в серых оттеночках Типа команда не мы Приезжала Раб Эго Прораб Эгоист Ну все погуляли Посмотрели спот Вот короче место Вот такое нашли Здесь уже испорченные Старые граффити Пацаны я уверен Не обидятся Сейчас будем Подготавливаем стеночку Даже если Бомбинг Или такое простое Все равно надо Чуть-чуть стену Почистить Там пошкурить Мы будем сейчас рисовать Тут Владос Он короче Подготовил Эмальку Предлагает Закатать все Эмалью Черную Я конечно Более сторонник Фасадных красок Потому что Эмаль Долго сохнет Прилипает Пальцем Но ничего Сделаем Как нам предлагают Давай покажи Что за краска у тебя Вот такая вот Алькидная Эмаль Черная Две банки Что думаешь Нам хватит Закатать От двух Банок Или тебя там Три Есть еще На всякий случай Отпалка Для валика Габа сам Подготовленный Нормально взял Что я начинаю Катать тогда Давай Это сболтай ее Да Ты с этой С распакованной Да начнем Сразу видно Чувак подготовленный С швейцарским Ножиком Стены знает Кто тут босс Это Владос Ну вот Вот такая вот Эмалька Кстати ну в натуре Вот Владос Говорит что она уже Такая разбавленная Чуть-чуть Жиденькая Ну не знаю Я честно Боюсь эмалью Но сейчас попробуем Говорит что нормально Я просто знаю Что когда она Не сильно высохшая Она реагирует С баллончиком Нормально Это я здесь потестил просто Ну пацаны Я сразу говорю Я когда рисую Я склонен Главное чтобы общая картина была красивая Поэтому Я могу и здесь помочь И там и везде И фаны делают То есть не только там Себе там закатывают Поэтому давай начнем Да здесь Чтобы побыстрее У всех пошло Эмаль зато Она не впитывается Да Как бы она сразу Ровный слой дает Нормально Кайф Вот это кайф Рисовать Граффити Эмалька Сразу Бразилию детство Своё вспоминаю Это наверное Последний раз Когда я рисовал Эмальку Короче У тебя дома Склад остатков Эмалька Ну типа да С каждого покраса Чего-то по чуть-чуть Остается Вот соответственно Выкинуть Жаба душ Понимаешь То что знаешь В том или ином проекте А граффити Я считаю Это как Такой мини проект На который я Убиваю довольно Много времени Это знаешь Ты постоянно На формате А4 Можешь перерисовать Ну по крайней мере Я так делаю Ты постоянно Перерисовываешь Одни и те же формы Чтобы добиться Вот этого Скажем так Идеала А идеал это Что такое Это Чёртовые рамки По сути И ты Пытаешься В эти рамки Вогнать Свой проект Свой кусок Свои вот эти Четыре буквы Пацаны Не знаю Как нас слышно Нормально или нет Но вот здесь Вот Вот такое Решили Сначала хотели По wild style Сделать С ладосом У него такой Более простой У меня был сложный Но потом поняли Что уже по времени Не успеваем Вот такой простой Шрифтец И владос Тоже свой сделает Да Да Всё так что Вот такая вот тема Сейчас особо Не будем рассказывать Как это делается В основном Будем Влада снимать Я просто буду Рядом рисовать В Ленинграде Новый клапан Сразу она приходит Вот с такими Фоткепами Ну и как бы Это как старый Артон Короче Типа Двухгодовалые Давности Типа И такой Тугой клапан Достаточно Вот Решили с ним Сделать вот такие Цвета Фиолетовые С темно-синим Объемом Я буду делать По классике Он У него Какой-то стиль Более такой Сумасшедший Немножко Он будет Делать светлые Рисуночки Просто Слышь А если Валять вас Примерно У меня дома Сделать на гараже Ну это вот Что-то Мы из другого Гарфити Как легализовать Граффити Большинство людей Они пытались Но все время Кто-то ставил Палку в колеса Либо Ребята Себя Не всегда Скажем так Культурно Вели Потому что Опять же У каждого Художника У него Свой мотив Для рисования Свои какие-то Он преследует Сугубо Личные цели Кто-то Облагораживает Пространство Кто-то Имеет цель Наоборот Завандалить Что-то Так скажем Крик души Чтобы его Услышали Позвонишь мне Там завтра Вечером Скажешь Что купить Что по деньгам Ну я тебе Ну я примерный Прайс вам Да Сейчас тебе тоже Свои дам Пеперосы Скавпандер Типа Скаф И Андер Вот как я Размечаю Все по одной И той же Технологии Буду размечать Темно-серым Чтобы сильно Не пылить И буду делать Во всю длину По высоте Вот примерно Вот отсюда До сюда Также буковку Намечаю Каждый свой проект Я выполняю Листья 4 Вот И чтобы Более детально Перенести его На стену Я предварительно Делаю Три квадрата Но три квадрата Не целиком А непосредственно Просто размечаю Точками Вот На поверхности На которую Переношу рисунок Это позволяет мне Просто перенести Сам рисунок Сохраняя Все эти формы Линии Объемы С бумаги На стену Короче Разделяет он На три куска Чтобы сильно Длинные Не делать Некоторые элементы Он короче Грубо говоря Сетку делает Большой фракции Да И Ну Эта сетка Позволяет мне Сохранить Непосредственно Пропорции Моих букв Это моя мерная Палка Будет Я до этого Рисовал Хромом Вот Чтобы не запариваться Я решил сегодня Тоже Более простой Шрифт Чтобы не тратить Время Вот Уже Второй человек Берет Заказы Короче Не хватает художников 8,99 Я уже Свой Разметил Шрифт Взял Самый Темный Фиолетовый Буду Делать Темный Верх И Светлый Низ Чуть Чуть Потуже Клапан Вообще Все Идеально Отличная Краска Хорошо Что Ямаль Покрасили Она Быстро Впиталась И Не Реагирует Не Не Пузырится Заполняю Просто Весь Верх Короче Ну Купили Слишком Много Баллончиков Походу Да С тобой Останется Много Заливаю Все С под Кэпа Заливаю Походу Мы Короче Сейчас Быстро Дорисуем Я Дорисую И Будем Помогать Владосову Докрашивать Можно Два Спота Простой Шрифт Я Просто Видите Обвожу Сначала Под Кэпом Линии И Вот Движением Вовнутрь Вот так Вот Делаю Сразу Плавный Переход Потом Уже Закрашиваю Внутри Быстро Здесь Так же Вот Видите Все Сдел Букавку И Напыление Делаю Как бы Пофиг Даже Сюда Попадают Вот Эти Дырочки Но Зато У меня Плавный Даже До Этого Элемента Доходит Несмотря На То Что Боковой Ветер Все С помощью Фот Кэпа Краска Долетает До Стены Долетает 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 я разметил кусок сейчас произвожу заливку собственно по той же технологии что и делает тимур а именно под кэпом потому что скини кэпом тратить время на заливку как правило не стоит сплошным цветом наношу радиент сначала сверху темного оттенка светлого светлого снизу заодно исправляю свои недочеты с нанесением ну все пацаны вот я залил уже свой шрифтец вот так вот так он выглядит супер простой бомберский у нас вроде и райтинг и бомбинг вот примерно так думаю буковку з пошире потом сделаю все беру темно-синий буду заливать объем объем делаю вниз пасеку жанра делаю скини кэпом я специально в калининград взял 50 скини кэпов собой знаю что здесь не продаются все размечаю объем вот опускаю несколько сантиметров палочки вниз и потом соединяю ну чё кто-нибудь рисовал на лодках расскажи ну да здесь сейчас ребята уже не вижу что по ней проявляли активность но рисовали крэк джуста потом в основном с крэком и джуста приезжий был грязный специально приезжали до чтобы на кораблях рисовать да но по крайней мере спот тоже был в тенигсберге конечно здесь намного было больше движухи в плане торговой но все-таки стоит учитывать то что торговля была скажем так между европейскими странами нынешним европейским союзом а с россией то особо никто не хочет торговать да и мы здесь по сути ничего не производим такого у немцев здесь кирпичные заводы были и тот же знаменитый кенигсбергский шоколад начали рисовать где-то в 2008 но это типа банальная тетрадка в клетку вот школьные годы наверно одним из одной из причин послужила как раз таки тенденция не тенденция появление там какого-либо getting up а да и вообще по городу уходишь видишь какие-то надписи задаешься вопросом что это за надписи чего люди пишут и вообще вот это вот субкультурная тема хип-хопа культурно хип-хопа вот баскетбол 50 цент семеневым стягиваться там появился интернет в детстве первые паблики информация в интернете по поводу граффити вот а так все на бумаге на бумаге на бумаге потом грубо говоря не давали на обеды деньги и вместо обедов ходил но накапливал бабки и ходил вместо обедов покупал все краску вот решил добавить вот таких фишечек сейчас попробую типа разломчики на самых длинных частях субку в подхое зубку в подхое паблики вот это тейфлитка Продолжение следует... 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 Продолжение следует...